Уважаемые коллеги, добрый день, рад всех приветствовать. И моя задача сводится к тому, чтобы показать, а можем ли мы что-то назначить пациентам с местно распространенным раком толстой кишки и как это повлияет на продолжительность жизни наших пациентов. Но, с другой стороны, мы часто это используем в нашей клинической практике, мы пользуемся многими клиническими рекомендациями и, конечно же, не можем от них отступать. Ну, начну с общих слов. По идее, мы не прекращаем наше желание вылечить пациента, то есть максимально повлиять на его продолжительность жизни. У нас нам это или нет, ну вот, собственно, наука и развивается. Адивантная терапия для заболевания толстой кишки, что это? И классическое определение, это старшего Винсена Девита, связанное с тем, что ты должен что-то назначить после радикального хирургического или лучевого лечения с целью воздействия на условные микрометастазы для того, чтобы предотвратить рецидив болезни и повлиять каким-то образом на продолжительность жизни. Почему это важно для заболевания толстой кишки? И напомню, вот эти данные, которые опубликованы пару месяцев назад, немножко отличаются от данных нашей страны, но вот этот местно распространенный рак толстой кишки, он встречается фактически у двух-третьих больных. И с точки зрения продолжительности жизни, классическим у нас критерием являются показатели пятилетней выживаемости, они не очень высоки. И в этой ситуации, получается, надо с этими больными что-то делать. Безусловно, это как средняя температура по больнице, и мы понимаем о том, что все-таки продолжительность жизни в зависимости от стадии болезни, она достаточно гетерогенной, различается. И посмотрите, что касается второй стадии болезни, то есть, оказывается, основное значение имеет размер опухоли, категория Т, то есть, да, это влияние и взаимоотношения с соседними органами. И фактически мы видим медиану, 5-летний процент выживаемости, 45%. Для третьей стадии болезни, видите, важное значение имеет число лимфатических узлов и также объем опухоли. И фактически для Т4БН-2 у нас продолжительность жизни соответствует, как будто это метастатический процесс. То есть, понятно, что это уже системная болезнь. И вот в этой ситуации очень важно определиться, а кого мы недолечиваем и кого мы перелечиваем. Ну вот, начнем с третьей стадии. И вот этот слайд говорит о том, что к нам на прием пришел пациент с третьей стадии болезни, после хирургического лечения. И вот что мы ожидаем. И в итоге, получается, с увеличением, у нас есть гистологическое заключение, с увеличением объема опухоли и показателей лимфатических узлов, посмотрите, насколько возрастает риск рецидива болезни. То есть, вот этот маленький столбик со стороны Т4Н-2 фактически равняется тому, что у пациента уже есть распространенное заболевание. В итоге, на основании чего мы строим наш выбор одевантной терапии? Что у нас есть? А кроме клинических показателей, размер опухоли категории N, то есть число лимфатических узлов, остальное имеет косвенный характер. Сейчас мы достаточно активно, конечно, их включаем в клиническую практику, но я покажу эти данные, как мы можем им пользоваться для планирования одевантной терапии. Что есть, да? Известные MSI, молекулярные признаки. Пытаемся оценить факторы риска, но больше это для ранней стадии болезни. Возраст пациента, сопутствующая патология. Зачем? Потому что мы будем назначать агрессивное химиотерапевтическое лечение с достаточно высокой токсичностью. Ну и, конечно, модно сейчас говорить о новых маркерах. Это циркулирующая ДНК, это иммунологический профиль, это клинико-молекулярные по типу рака толстой кишки. Но вопрос. На нашей врачебной комиссии же мы онлайн не сделаем, не посмотрим у него циркулирующие опухолевые клетки. Мы не определим, это не будет драйвером для назначения химиотерапии. Хотя, конечно, кривые интересны. На сегодняшний день расхождение кривых мы таких никогда не видели. То есть с точки зрения будущего, может быть, прогностического маркера это достаточно интересно. Итак, третья стадия. Мы знаем гетерогенность с точки зрения продолжительности жизни в зависимости от категории N и категории T. И дальше у нас есть блок клинических исследований, результатов клинических исследований, которые нам показали ожидаемую эффективность профилактического лечения. И оказалось, что на круг, видите, это 16% с точки зрения продолжительности жизни. То есть все, что ниже вот этой кривой с беленькими точками, это вылечено с помощью ножа. То, что выше кривой, мы не знаем этих пациентов, и у нас нет никаких маркеров, чтобы мы это пощупали. И помогаем только вот этому коридору в 16% между двумя кривами. Конечно, первое исследование, которое сделано, добавлялось к монотерапии второперимидином, противомикробный препарат, антипризитарный препарат. И здесь же есть влияние на продолжительность жизни при длительном наблюдении до 10%. И мы видим о том, что за последние 20 лет у нас есть наблюдение, у нас есть монотерапия, которую мы используем в нашей клинической практике, это второперимидин. И у нас с 2004 года есть полихимиотерапия, которую мы используем с точки зрения одеванта. И видите, вот эта кривая, не кривая, а стрелочка трехлетней безрецидивной выживаемости увеличивается на 20%. Вы скажете, как это транслируется с точки зрения продолжительности жизни? Да, плюс 4% в среднем на круг по результатам таких больших рандомизированных исследований использования полихимиотерапии для третьей стадии с точки зрения профилактики. Но зная то число больных, которые регистрируются с этим заболеванием, конечно, получается, что абсолютное число достаточно велико. И, собственно, вот эти данные, которые были достаточно давно, послужили стандартом назначения одевантной терапии для третьей стадии при наличии N+. Это, видите, NCCN 2011 года. Дальше больше. Дальше было длительное наблюдение за больными, которые уже получили блок профилактического лечения. И что же мы видим? И оказалось, что максимальное влияние с точки зрения продолжительности жизни как раз определяется числом лимфатических узлов, которые были исходно зарегистрированы у пациента. И в этой ситуации как раз вспомните вот эти столбики с точки зрения гетерогенности и продолжительности жизни. Как же мы, казалось бы, для N+, для третьей стадии должны назначать одно и то же по одинаковой длительности и так далее. Но при этом конечный результат, чего мы хотим добиться, регистрируется только при большом числе лимфатических узлов, которые были удалены хирургами. И вот мне посчастливилось в 2019 году слышать онлайн, так сказать, очно живую лекцию Антонио Сабрера, который как раз демонстрировал ожидаемое преимущество профилактической химиотерапии над хирургическим лечением в зависимости от гетерогенной вот этой стадии болезни, третьей стадии. И в этой ситуации, вот посмотрите на эти столбики, да, максимальное влияние как раз оказывается в случае большой опухоли, грубо, и минимальное в случае, допустим, одного обнаруженного лимфатического узла. Хотя это тоже третья стадия болезни. Второе. Мы помним о токсичности. Мы назначаем пациенту без маркера, то есть без того, чтобы определить какой-то измеримый очаг, токсичные, фактически, боевые отравляющие вещества. И что же тогда? И получается, что клинически значимая токсичность, да, нейротоксичность, это ложку он не может держать. Встречается 12% пациентов, хотя он вроде как излечен от заболевания толстой кишки. У него нет измеримой опухоли. Что делать в этой ситуации? Ну и, конечно, была идея в том, чтобы каким-то образом индивидуализировать подход профилактического лечения для третьей стадии болезни, в зависимости от риска. Риск, повторюсь, какой? Число лимфатических узлов и размер опухоли. Да, соответственно, это будет определять число и время профилактического лечения для этой группы пациентов. Ну и, безусловно, уменьшая, так сказать, время лечения, это будет транслироваться в уменьшение на порядок токсичности, нейротоксичности, диареи, эстоматита и так далее. Таким образом, третья стадия болезни, кроме размера опухоли и числа лимфатических узлов, больше ничего нет. Вы спросите, да, нам сейчас вот на протяжении последних пяти лет все время говорят о микросателитной нестабильности. И насколько молекулярные маркеры здесь будут играть роль с точки зрения принятия решения для третьей стадии болезни о профилактическом лечении. Что важнее, лимфатический узел или MSI? Вот буквально опубликован метаанализ Science Report, по поводу все-таки влияния и более важного значения категории N в этой подгруппе пациентов для третьей стадии болезни. У нас есть данные, фактически, 5,5 тысяч больных, которые также демонстрируют важность категории N по сравнению с микросателитной нестабильностью для принятия решения о химиотерапии. Таким образом, заключение по третьей стадии. Гетерогенно, разный срок, да, химиотерапию. Вторая стадия болезни. Ну, здесь совсем сложно, да, и дебаты начинаются уже с 19-го как раз года, с момента оценки длительного наблюдения результатов исследования мозаика. И в итоге получается, что проблема какая? Мы помним, что она гетерогенная стадия, да? Мы помним о том, что все-таки, начиная с 90-го года, была монотерапия второперимединдами, которая имеет минимальную эффективность. Фактически, разница с точки зрения продолжительности жизни, там, до 3%. То есть, фактически, вот это мне очень важно, для того, чтобы получить эффект от химиотерапии для второй стадии болезни, ты должен пролечить 33 больного, да, и получить у одного только реальное влияние на продолжительность жизни. Вот что важно. Ну, и второй вопрос, который, так сказать, задается, а нужна ли полихимиотерапия в этой ситуации? Ну, здесь мы идем по пути анализа факторов риска. И, опять же, вес вот этих факторов риска с точки зрения принятия решения, он, конечно, разный. Это известно, и эти факторы риска опубликованы во всех клинических рекомендациях. Но, мне кажется, надо обратить на первые два. Это, опять же, размер опухоли и число проанализированных лимфатических узлов. В итоге, вторая стадия болезни. Когда адювантная химиотерапия в реальной клинической практике? Когда, видите, получается большая опухоль? Когда морфолог или по каким-то причинам не смогли проанализировать большое число лимфатических узлов? Тогда мы назначаем химиотерапию. С точки зрения других ситуаций, мы анализируем факторы риска известные. И в этой ситуации, наверное, полихимиотерапия, ну, вот в нашей клинической практике мы достаточно редко используем. Больше идем по пути монотерапии. Это реализовалось в стандарты принятия решения, которые мы активно пользуемся на сегодняшний день. НСН, стандарты также эсморусска. Ну, и немножко критики. Получается, все-таки у нас есть гетерогенность опухоли, у нас отсутствие проективного фактора, у нас низкая чувствительность к химиотерапии, и мы пользуемся на сегодняшний день пока только клиническими критериями принятия решения для профилактического лечения. Спасибо за внимание.